Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал R&D. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, сегодня у нас декабрь и январь будет в нашем ролике. В декабре нет прям таких трудных для нас соперников. Это и Сельта, это и Эльча, если я не ошибаюсь, это и Леванты, поэтому здесь мы в принципе должны забирать 9 очков. В январе, ну в принципе, и Эспаньол, две мадридские команды, еще и Севилья, поэтому будет трудновато здесь уже во второй половине января. Но, в принципе, сегодня будет интересно, у нас будет открытие зимнего трансферного окна. Мы все так же находимся в списке аренды у Валенсии, поэтому вдруг какой-нибудь интересный клуб нам предложит перейти, так что мы будем еще думать. Поэтому давайте начинать сейчас с матча Сельта против Валенсии из стадио Абанка Балаидос. Поехали. Ну что же, Хавьер Мунис, 16 забитых мячей в Ла Лиге Сентандер, он является на данный момент лучшим бомбардиром, ну и также лучшим ассистентом. У нас 8 голевых передач сейчас в чемпионате Испании. Второе место занимает игрок, у которого 7 голевых передач, поэтому нам еще нужно как-то вот пытаться ассистировать партнером, чтобы еще постараться стать лучшим ассистентом. Если мы в принципе уже станем лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом, станем лучшим игроком сезона в Ла Лиге, так, ну здесь я не знаю. Давайте снова оценку возьмем. Так, а почему камера здесь такая? Вот это мне непонятно. Закария, Ануачу, неплохую передачу на нас отдает, перебираем так мяч ногами, Гомес, выход 1 на 1 для нас, уже язык даже заплетается. Мы забиваем, пятая минута, очень быстро получилось забить ворота сельты, поэтому ребята молодцы, очень хорошо на меня. Гомес отдал голевую передачу, и супер. Здесь очень хорошо мы и без офсайдно отыграли. Ну и забиваем уже, получается, 17-й гол за Валенсию в Ла Лиге Сантандер. В 16-ти матчах нам получилось забить вот 17 мячей, очень хорошая статистика у нас, больше гола за игру. Так, Мунец, неплохо, и можно в дальний пробить, отлично! 25-я минута, мы забиваем дубль. Шикарная игра нашего, я даже не знаю, как ее называют, но можно уже нападающим, мне кажется, его назвать. Все-таки позиция левый фланговый атакующий игрок, я не знаю, правильно ли расшифровывается позиция ЛФА. Напишите в комментариях, поправьте, как правильно. Но все-таки забиваем уже 18-й мяч, ну посмотрите, какой шедевральный, я не знаю, здесь как-то так по бильярдному получилось в дальний угол пробить. Понятно, что не в самый нижний угол, там чуть повыше, но в любом случае очень хорошо получилось между двумя игроками и пройти, и забить. Так вот, неплохое у нас еще и подключение прошло, и голевую, я надеюсь, а ну ачу, да, забивает. Могли сами мы сейчас забить хэтрик, но отдали очень шикарную голевую передачу, вот так вот, по, я не знаю, по мини-футбольному, как так получилось. В пане чаще всего так отдают голевые передачи, я не знаю, ну не в пане, именно отдают, именно пробрасывают, таким образом. Вот, но у нас получилось дать очередную голевую передачу, у нас она уже девятая в этом сезоне, именно в чемпионате Испании, поэтому супер. Передача на нас и все, да, действительно, финальный сток 3-0, так и закончился у нас матч, во втором тайме ничего не получилось забить, но XG, мне кажется, у нас будет просто неимоверным, там, мне кажется, мы на 6-5 мячей уж точно наиграли. В итоге я лучший игрок матча, у меня дубль и одна голевая передача, у Ануачу гол плюс пас, тоже неплохую оценку он получил, ну и у Гомеза одна голевая передача. Что у нас по XG, мне интересно, нет, кстати, мы все так же на 3 мяча наиграли, значит, это мы в самом начале, просто, наверное, своими тремя первыми ударами смогли распечатать ворота сельты. Так, ну и по заданиям, во-первых, мы выполнили оценку, получили еще и дополнительную XP 1000, потом у нас владение командное 62%, ну и не проиграли в матче. Все замечательно, 3 задания выполнили. Так, нам приходит предложение о аренде из Германии, Augsburg, ну, в принципе, это интересная, конечно, команда, но не ровня уж точно Валенсии, поэтому примерно вот такого уровня, вряд ли мне вообще такого уровня придет предложение, но все-таки почему бы и нет. Все-таки рейтинг у меня 78, хороший такой, так что мне можно, мне кажется, вот в такую хорошую интересную команду перейти, но пока что вот интересных предложений мы не получаем. Так, было там написано, что Augsburg делает предложение, теперь уже вот и Sheffield делает предложение. Кстати, Sheffield могли меня купить, они мне предлагали перейти к ним в команду, я решил отказаться от команды, они вроде в чемпионшипе были или сейчас до сих пор есть, вот, поэтому я решил согласиться на условия Валенсии, даже на зарплату ниже, которую мне предлагал Sheffield, поэтому как-то так. Сейчас мы идем, кстати, на первом месте, мы делим первую строчку с мадридским Реалом, у нас, скорее всего, разница мячей очень хорошая, поэтому мы сейчас и выше. Разница 28, у Реала 23, мы еще ни разу, как видите, мы и Реал ни разу не проиграли, остальные уже все успели, так сказать. Ну и по статистике перед матчем я лучший бомбардир, у меня 18 забитых мячей, на второй строчке идет Суарес из Атлетика Мадрид, у него 13, поэтому лидерство здесь вроде как хорошее. Вот, ну и по голевым, тоже на две голевые я опережаю Баскеса из мадридского Реала. Ну что же, домашняя игра против Эльчи, поехали. Итак, Валенсия против Эльчи, остаем из Тала, мы в Валенсии. Интереснейший сегодня у нас матч, сколько забьет Валенсия, мне кажется, вот так вот можно подписать этот матч, потому что Валенсия сейчас идет на первом месте, в очень хорошей форме многие игроки, но вот особенно их подписание летом это Хавьер Мунис. Он и в МЛС неплохо играл за Лос-Анджелес FC, ну вот, интересно посмотреть, как будет складываться его дальнейшая карьера в Валенсии, потому что, как многие мы знаем, он находится в аренде, именно вот по трансферному рынку. То есть игрок сам заинтересован уйти в аренду, понимает, что не вытягивает уровень Валенсии, но проводит каждую игру в составе Валенсии, выходит в старте, и вот Хавьер Мунис забивает на 10-й минуте в ворота Эльчи. Ну вот, замечательно. По крайней мере, пока мы дома, можно и отпраздновать вот эти голы с болельщиками. Очень хороший гол левой ногой, как-то так казалось в вратарю, наверное, и всем, что будет бить с подкрутки, а он просто так вот аккуратненько низом под подмышку катнул мяч, чтобы просто вот не занимать чужую позицию, потому что он на самом деле лучше, может быть, и больше польз бы принес Валенсии, чем я сейчас. Ну, это понятно, что я сейчас играю за Хавьера Муниса, так-то вряд ли он бы столько вот забивал. Так, снова он на прорыве, отлично. И, и отлично, это еще и голевая передача на Гомеза, отлично, сильно отлично, вот другого слова просто нету. 15-я минута, очень хороший здесь пас, чуть дальше 11 метров, там, наверное, 11,5 геда, ну и хороший удар слета от Гомеза, мощный, поэтому уже в 15-й минуте мы ведем 2-0. Солер простреливает тоже на дальнюю, не получается, но здесь вот на подборе, там мы можем отыграть. Отлично. И отличный гол! Суперский и за штрафной, я вроде сейчас не заметил, но мы забиваем. Ребята, ребятам большое спасибо, хорошую на меня передачу сейчас отдали, здесь и накрутил, из-под защитников прошел, и снова, и снова мы повторяем прошлый результат матча против Сельты. И снова у меня дубль, и одна голевая, и уже все это мы сделали в первом тайме. Ну здесь вот аккуратненько и накрутили, просто придержали корпусом, ну и пробили с подкрутки, хороший удар. И за пределом штрафной. Мы здесь еще и на Ануачу забросим. Он на нас, неплохо. А здесь можно и голевую-то отдать, почему бы и нет вас. Отлично. Потому что, ну, ребят, забить-то мы всегда успеем, вот, голевую, это труднее всего отдать, поэтому сейчас мы увидели эту позицию, этот момент, почему бы и не отдать. Очень хороший, не пожадничали, тем более, вот у нас сейчас очень хорошая статистика, дубль плюс две голевые за первый тайм. Безовсайдно, аккуратненько здесь все это сделали. Ну, получится. Нет, вы посмотрите, пьяти выносит. Кто, если смотрит, забивает гола Ануачу. Кто, если смотрит мои карьеры, еще из-за команды я часто бью парашютиками в последних выпусках, потому что я понял, что это какая-то вот имба. Если видно момент и неплохо так приложится, то может быть и получится. Но сейчас уже все, я переиграл вратаря, но вот пьяти из ворот вынес. Но в любом случае забивает Ануачу. И все, финальный свисток, разгром на стадионе Сталии. Наш дубль плюс две голевые передачи. Ну, еще и Ануачу там лично как-то сам забил в своей атаке, в которой я вот не поучаствовал. В любом случае, я надеюсь, я стану лучшим игроком. Сейчас посмотрим. Да. Ну, в принципе, у Ануачу тоже оценка 10-0. У него гол плюс пас, также гол плюс пас у Гомеза и также у Васа. То есть, практически вот четыре только футболиста сегодня как-то вот взаимодействовали между собой на поле. Ну что же, по оценкам. Выполнили мы задачу на оценку. Вот. Избежали поражения. Хотя странно было бы нам проигрывать именно в этом матче. Ну и успешной обводки 66%. Ну что же, нам пришло предложение по аренде от Шеффилда. Вот мы отклоняем. Было бы, конечно, интересно. Не знаю, где они, правда, сейчас играют. Либо в АПЛ, либо в чемпионшипе. Но в любом случае, я никуда уходить. В такие команды сильно не хочу. Кстати, вот, интересный, посмотрите, момент. Марсель мне может сейчас предложить перейти в аренду в их команду. Марсель. Но это тоже, это очень даже интересно. Я бы сейчас посмотрел, в принципе, где я находится сейчас по турнировой таблице. Я понимаю, что я сейчас могу просто провалить сезон. Они на первом месте, представляете? Просто могу провалить сезон в Валенсии из-за того, что я сейчас здесь иду лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом. Но вот что-то как-то сомнение у меня складывается. Так что напишите обязательно в комментариях, что мне делать. Оставаться в Валенсии, либо перейти в аренду в Марсель. Потому что, ну, я не знаю. Успею ли я еще подумать там до следующего выпуска. Но мне кажется, почему-то нет. Да, вот, пришло предложение от Марселя. Предлагают мне 10 тысяч евро в неделю. Но я не знаю, ребят. Если действительно они мной заинтересованы, и сейчас Марсель идет на первом месте в Лиге 1, то, может быть, стоит все-таки загонять в аренду в Марсель. Почему бы и нет? Тем более я там смогу, может быть. Понятно, что и тут как-то игрок основы. Но тут все-таки у меня Гуэдэш, который выше рейтингом. Поэтому я, наверное, для какой-то интересности карьеры бы все-таки перешел бы в аренду в Марсель. Так, у нас, во-первых, есть тренировка. Давайте сейчас перед матчем с Левантом мы ее сделаем. Так, ну и получили мы 20 уровень. Замечательно, 4 очка навыков. Еще и ячейку способностей нам дали для талантов. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим. Так, пока что не так посмотрим. Пока что не так. Я выйду, пожалуй, вот сюда. Да, нажмем далее. И посмотрим, где я меньше всего, больше всего, так сказать, проваливаюсь. Именно в передаче. Ну, хотя лучший ассистент сейчас Ла Лиги Сантандер. Поэтому давайте в пасах что-нибудь вложимся. Навесы. Почему бы и нет? Давайте так. Подкрутка. Ну, кстати, да. Подкрутка при ударах. Мне бы желательно это тоже было сделать. Поэтому я бы вот так вложился. 78-й рейтинг. Я так понимаю, у меня все так же и остается. Хотя здесь 79-й горит. А здесь 78-й все так же. Поэтому давайте все-таки мы примем предложение Марселя. Вот. Она продлится до конца сезона или меньше, если мы решим отозвать тебя раньше. Поэтому я и не понимаю, то ли они меня на полсезона, вот до конца чемпионата возьмут. Либо уже заберут. Я вот это вот не знаю. Так, а кстати, сейчас давайте мы посмотрим. Мне предлагают 10 тысяч евро в неделю. А сейчас у меня зарплата в Валенсии 8. То есть мне еще и подзаработать можно, в принципе, во Франции. Поэтому давайте попробуем. В принципе, я вряд ли когда-то уйду во Францию навсегда. Потому что у меня задача это выиграть. Перейти, в принципе, в Мадридский Реал. Выиграть там Либу чемпионов. Все такое. Поэтому давайте вот попробуем для себя. Ну, в любом случае, я сейчас доиграю. Тут один матч, я так понимаю. До конца, до начала зимнего трансферного окна. Так, Тим Шафер. Я так понимаю, это главный тренер. Я рад, что мы достигли договоренности о вашей аренде в клуб Олимпик Марсель. Вы сможете перейти в новый клуб после открытия трансферного окна. Так что продолжайте работать. И ваш новый тренер будет рад вашей прекрасной форме. Поэтому, ну, вот как-то так. В любом случае, это опыт, ребят. Уже хорошая, но такая команда. Это действительно уровень примерно Валенсии. Тем более во Франции. Они сейчас идут на первом месте. Мне кажется, это был бы хороший вариант. Да, действительно, мы отыграем сейчас последний матч за Валенсию в этом сезоне. Я так понимаю, против Леванта. Но я надеюсь, что я уйду все-таки на пол сезона, а не на целый и вернусь в Валенсию в середине следующего. Я бы так бы не хотел. Поэтому с радостью сообщаю, что Гуэдэш будет в нашей команде вместо меня. Ну, вот как так. А я наберусь опыта в Марселе. Надеюсь, там я самый высокорейтинговый игрок на своей позиции. Там вроде, я не помню, Депай. Ой, не Депай, не Депай. Забыл уже даже. Паренек тоже играл в Уэстхэме. Вот сейчас забыл. А, Пайет. Да, вот Дмитрий Пайет. Играет в Марселе, поэтому было бы интересно. Леванта против Валенсии. Поехали. Ну что же, выездная для нас игра. Леванта принимает Валенсию. Так, совершили 4 перехвата. Давайте я, пожалуй, оценку бы получил задание. Леванта принимает Валенсию. И болельщики, я не знаю, может быть, со всей Испании пришли посмотреть на перспективного игрока, именно на меня. Потому что я сейчас разрываю просто в Ла Лиге Сантандер перед уходом во Францию. Потому что все уже знают, что на полсезона я уйду, я надеюсь, на полсезона уйду в Марсель, которые тоже сейчас идут там на первом месте. Поэтому, в принципе, для меня это, наверное, больше гонка за трофеем. Потому что, ну, они и без меня там, скорее всего, могли бы что-то показать. А ну, Айчу, какой удар сейчас опасный. Так, ну, все-таки мы забиваем. Седьмая минута. 1-0. Смотрим еще раз. Хорошая подача. Ну, и прямо на Марио Гомеза. И, по-моему, как его или зовут его правильно, вот вообще. Максимилиану. Почему-то Марио решил, наверное, сниматься. Увидел его просто букву М. Ну, и, так сказать, по старой памяти, а в итоге он Максимилиану. Ну, вот, забивает гол. Отлично. Правда, без моей ноги, без моего участия как-то вот эта вот атака прошла, к сожалению. Ну, и пропускаем. Кстати, впервые за выпуск пропустили. 64-й минуты. Снова, кстати, подача углового. То есть, сегодня только голы с углового Радоха забил. Вот как-то так. Отлично. Вроде проходим. Отлично. Отдали на Васса. И тут можно и в обратку получить. И мы забиваем. Мы забиваем. Выводим вперед Валентию. Замечательно. Ну, давайте в стиле Крещена Роналда мы отпразднуем. Ну, что же. Забиваем 21-й гол в 18-ти матчах. Замечательная статистика для нас. На подборе из наших никого. И все. Минимальная победа на выезде держала напряжение до последней 5-ти минутки. Но все-таки получилось. И мне отличиться. Ну, вот, важный гол все-таки я забил. Я стал игроком матча. Хоть и забил всего лишь один гол. Марио, Марио, да, Максимилиану Гомес тоже забил один мяч. И Голевые отдал вас и Карлос Солер. Ну, Карлос Солер с углового отлично подал. Ну, что же. И по заданиям у нас выполнили рейтинг матча. Не сделали 4 перехвата, сделали только 2. Ну, и не проиграли в матче. Поэтому, вот, два задания из трех мы выполнили. Так, ну, что же. Это у нас была последняя игра в Валенсии. Именно в этом сезоне мы в отличной форме сейчас. Я надеюсь, на этом она должна быть шикарной. Ну, и Валенсия идет сейчас на первой строчке. В 2 очка опережает Мадеринский Реал. Мне кажется, в любом случае, Валенсия без меня не станет чемпионом в этом сезоне. Почему-то вот у меня такие мысли есть. Лучший бомбардир я на 7 мячей опережаю Суарезе. Вот, лучший ассистент на 3 голевые опережаю. Селисон у нас лучший вратарь. Поэтому, вот, как-то так. В принципе, сейчас можно еще и посмотреть по вот этой, наверное, статистике 18 матчей, 21 забитый мяч и 11 голевых передач. Посмотрим, мы играли где-то или нет. Вот, нет, мы только в чемпионате. В кубке мы еще, я так понимаю, не играли. Не знаю, будем играть или нет. Вот, ну, как-то так. Оценка средняя 9,3 плюс 2 к рейтингу мы, между прочим, сделали с вами. Поэтому, вот так вот. Как-то так. Перейдем теперь в Олимпик Марсель. Хоть у нас и 1 января стоит матч с Эспанелом, но мне кажется, я уйду именно прям 1 числа. Сейчас это мы узнаем. Так, ну, почему-то стоит до сих пор матч. Я не знаю, давайте я потренируюсь. И у меня сейчас ну, просто вот вопрос, я буду сейчас играть или нет. Все-таки, как бы, трансферное окно открылось. Почему я не могу уйти 1 числа? Странно. Ну, значит, это еще не последняя игра, значит, еще и отыграем. Вот теперь точно последняя игра, но это еще и последняя домашняя наша игра за Валенсию. Поехали. Ну, что же, Димитрий Фолькьер, я не знаю, кто это в принципе, написано, правый защитник, вот, из Эспаньола. Не знаю, может быть, подписание такое, но почему у Эспаньола тогда прошло это подписание, если они заранее его как-то подписывали, и он уже 1 числа играет за Эспаньол, а я никак не могу уйти из Валенсии в Марсель. Это вот как-то странно. Ануачо до сих пор с мячом, Закария, передача на меня как-то здесь неудачно вышла, Лато. И все-таки забили, все-таки забили. Очень важный для нас гол против Эспаньола. Замечательно. Так что еще есть у меня время позабивать мячи перед уходом в Марсель. И все, финальный свисток. 1-0. Валенсия переигрывает Эспаньол. Единственный мяч у нас получился забить только вот в первом тайме. Но очень даже напряженная, вам хочу сказать, игра была. В любом случае, мы игрок матча. Голливуду на нас отдал Лато. Правый защитник Валенсии. Ну что же, по заданиям выполнили рейтинг матча. Командное владение. Но вот соотношение голов к ударам, к сожалению, не получилось. Сделать минимум 60% только вот 25. Так, у нас очередная тренировка. Сходим, почему бы и нет. Я не знаю, когда мы перейдем уже в Марсель. Так, ну вот, скорее всего, да. как-то странно, что 3-4 числа мы переходим только в аренду в другую команду, хотя нам сказали, что именно как только откроется трансферное окно, мы сразу же перейдем. В итоге нет. В итоге как-то так. Но в любом случае, нас не обманули, а то иногда бывает, что разность какая-то между вот этими таблицами, где другие лиги и настоящим, как-то отличалась. Но нет, в итоге действительно, Марсель на первом месте сейчас идет, поэтому если будем также продолжать играть за Марсель, как и за Валенсию, то у нас все должно получиться. Так, покажут ли там какую-нибудь картинку уже с нами или нет? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Да, мы сидим на интервьюшке. Так, что-нибудь почитать здесь можно интересного? Как-нибудь может статья интересная? Марсель Муниес арендован. Болельщики клуба Олимпик Де Марсель пребывают в растерянности после недавних новостей о том, что Хавер Муниес перейдет в их команду Вот что они говорят об этом трансфере. Он неплохой игрок, но нам нужен левый вингер не на один сезон, а с хорошим заделом на будущее. Если тренер клуба Марсель прислушается к болельщикам, то наверняка подыщет на эту позицию постоянного игрока. Ну, то есть они недовольны тем, что Марсель временно решает эту проблему, а не постоянно. Так, какой у нас номер? 27-й. Так, вот это вот уже интересно. Я пока что, ну, сохраню, так сказать, изменения, выйду. Посмотрим мои действия. Так, а что? А, завершить карьеру я могу прям сразу. Ну, замечательно. По позициям давайте посмотрим. Есть Сантос в команде с рейтингом ниже. Есть вот как раз Дмитрий Пайет, но я выше его, можно так сказать, рейтинга. Можно так уже говорить, потому что по возрасту я даже лучше. Вот, есть Делефуэнта, Батмас, так, а ЛПшники какие-нибудь может быть тоже есть. Есть Луисенрики, есть Харид, Радонич. Ну, в принципе, я самый высокорейтинговый игрок на этой позиции в этой команде, поэтому вообще замечательно так. Что по рейтингу, в принципе, в команде? Есть Жерсон здесь, центральный полузащитник из Бразилии, есть Камара, Милик, он, правда, в аренде, Манданда, Лопес, Калет Акар, Гиндузи, Ундер, то есть много игроков Марсель арендовывает, как мы видим. Ну, я не знаю, как они в следующем сезоне будут играть, но вот они и мы здесь. 78 рейтинга, очень много таких игроков. Ну и давайте посмотрим, какой я, может быть, номер себе могу взять. Так, посмотреть в обиходе, не в обиходе. Так, у Харидта семерка, у Милика девятка, у Паеда десятка, у Луиса Энрихи, я вот не знаю. Давайте возьмем этот же одиннадцатый номер и в Марселе, у Паеда уже не будем забирать, потому что, может, он там, ну, действительно уже легенда Марселя, как-то так, поэтому я, пожалуй, вот одиннадцатый номер так вот и оставлю, какой вот и был у меня в Валенсии. Мне кажется, никто там против не будет. Вот, ну и Буцзи здесь тоже вот у нас замечательно, кстати, подходит. Вот как-то так. по сезону, по сезону у нас, ну, здесь в принципе тоже, вот как и в Валенсии мы бы отыграли еще три матча и на этом все. Бордо, Лиль и Ленс. То есть будем еще играть против действующего чемпиона Франции, как-то так, но сейчас нам надо еще и завоевать доверие тренера. Так, ну, здесь вот так же давайте эти же тренировки возьмем, которые у нас и были в Валенсии. Так, ну что же, у нас сейчас выездная игра против Бордо. Как мы видим, ну, надеюсь, сейчас пословица это очень отлично подойдет. Москва не сразу строилась и мы не сразу попадем в состав Марселя, хоть и мы с таким вот прям европейским уже, можно сказать, именем заработали для себя авторитет такой, но в любом случае где-то может быть акклиматизация еще на нас плохо так сыграла, но в любом случае, смотрите, выходим при счете 2-1, меняем Милика и будем играть на позиции форварда, поэтому, ну, при счете 2-1 на 65-й минуте вообще замечательно будет выйти. Так, ну и вот, меняем Аркадьуша Милика, голевая передача, там, кстати, эти парни что-то в центре поля не ушли, сделайте, давайте 5 передач на половине поля соперника. так, ну, здесь смотрите, рамочки все другие, не то, что, но в чемпионате Испании, естественно, под Лигу 1 тоже здесь они сделаны, поэтому будет интересно сейчас. Посмотреть, да, мне написали, что я на позиции форварда сейчас, поэтому, вот как-то так. Много действительно арендованных игроков в составе Марселя, не знаю, как они действительно будут играть там в следующем сезоне уже, и сразу же дебютный гол. 73-я минута. Немножко нам там времени понадобилось, могли и раньше, конечно, забить, но получилось, как получилось, и вот. Гол не заставил себя долго ждать, болельщики, надеюсь, как и в Валенсии меня тепло примут. Понятно, что в Валенсии я на подольше, наверное, задержусь, но вот именно в Марселе на полгода тоже, ну вот чисто здесь мы за трофеем. С Валенсией может у нас еще и получится, конечно, выиграть, но вот сейчас очень даже хорошо было перейти в команду, которая идет на первой строчке в другом чемпионате. Отлично, обокрали просто сейчас и бежим забивать дубль, я надеюсь. Хороший какой гол, просто замечательно, можно и к камере там, я надеюсь, подбежать, если она прям, ну, почти, почти сбежали, но вот с болельщиками уже отпразднуем, которые, ну, не рады, в принципе, как, наверное, действует Марсель на трансферном рынке, берет много игроков в аренду, ну, я надеюсь, они просто деньги копят, чтобы какие-то вот действительно массовые усиления потом сделать, но пока что только вот по зарплатам, наверное, фонду проваливается Марсель, потому что много действительно высокооплачиваемых футболистов, даже мне подняли зарплату больше, чем в Валенсии на 2000, но в любом случае 10 тысяч евро на дороге не валяются, тем более для нас, поэтому я как-то надеюсь, что в скором времени мы покинем Валенсию и на хороший жирный контракт, может быть, перейдем в мадридский Реал. А вот здесь вот, в принципе, есть еще у нас и время, хотя нет, арбитр уже не дает, в любом случае, разгромная победа на выезде, у Марселя она первая, так сказать, с нами именно вместе, 4-1, дубль мы забиваем, я надеюсь, станем сейчас еще игроком матча, почему бы и нет, вообще было бы шикарно, вышли на 25 минут, да, действительно, я получил оценку 10-0, поэтому супер. Так, ну и по заданиям, я так понимаю, выполнен только рейтинг матча, получил оценку 10-0, не успел сделать передачи на половине поля соперника, ну и не отдал голевую передачу, в любом случае, тренерское доверие там на 5 звездочек выросло. Так, ну у нас сейчас тренировка, я надеюсь, после нее у меня получится уже полностью доверие тренера заработать, или нет, нет еще, поэтому мы еще все так же в запасе висим. Так, ну и бомб, бомб, куда, хочу сказать, гонку бомбардиров, я бы посмотрел Неймар, 19 забитых мячей у него сейчас, мне, естественно, здесь не показывают, у нас милик, 10 забитых мячей за 20 матчей. Вот как-то так, Неймар еще и там, 6 голевых передач, ну в принципе, если бы я даже сейчас бы конкурировал со своими голами, не так уж и далеко от меня Неймар бы ушел, представляете, 19 забитых мячей, а у меня 22, там 21 забитый мяч за Валенсию, то есть Неймар тоже разрывает пока что Лигу 1. Ну что же, тренировка перед матчем с Лилем, я надеюсь, сейчас попаду в стартовый состав, да, замечательно, перед матчем, естественно, не попадал туда, но вот сейчас отыграю в старте против четвертой строчи, а мне, кстати, Марсель где-нибудь вообще участвует в каком-нибудь Еврокубке, мне вот это вот интересно, да, кстати, смотрите, это Лига Европы или Лига Конференции, да, Лига Европы, вообще супер, то есть мы сейчас с Марселем можем побороться за Еврокубок, ну еще и Кубок Франции, смотрю, Копа Национали, все супер, перешли еще и в команду, которая участвует в Еврокубках, ну что же, какая схема, вы просто посмотрите, 3-4-3, ромб, и меня именно на позицию ЛП поставили, хотя я играл больше ЛФА, у меня в принципе она стоит ЛФА позиция, но странно, что поставили туда, ладно, посмотрим, что из этого выйдет, Марсель против Лиля, поехали, и так, показывает, что Олимпик Марсель лучший результат дома, то есть лучшая команда по победам дома, я так понимаю, ну а у Лиля лучший результат на выезде, между прочим, поэтому сейчас будет интересно посмотреть данное противостояние, благодаря статистике хоть какой-то шарм этот матч нам придает, первая наша домашняя игра за Марсель, Orange Velodrome, если можно так по-другому сказать, ну и сейчас посмотрим, какие у нас в принципе будут задания, оценку, командное владение, либо забить голы, давайте вот оценку лучше попробуем получить, потому что не всегда получается, конечно, там забивать, сколько просит тренер, и это голевая передача на Милика, то есть нет бы мне самому там забивать, как-то еще пободаться с Неймаром в гонке бомбардиров, нет, я отдаю голевую передачу, но неплохо, у меня уже 2 плюс 1 за вторую игру в составе Марселя, но неплохо, главное, что вышли вперед, теперь можно и самому позабивать, так, Харит, неплохо, Калет Акар, Пайет, суперски, как мы сейчас здесь, ну, все, здесь надо забивать, и супер, буквально дупле там сразу же после голевой передачи забиваем еще и гол, и это наш первый гол на велодроме, ну, уже третий мяч мы забили за 2 матча в Марселе, очень хорошая статистика, вот как сейчас здесь просто 32 номер, непонятно, куда побежал, и даже обратно не пошел дорабатывать в обороне, ладно, тебя качнули здесь, смотри, беги, дорабатывай, здесь как-то вот именно зона у Лиля провалилась, поэтому вот, пока что, наверное, у нас будет лучшая статистика продолжаться, горит, горит, суперский пас, Ренат Санчеш против нас сейчас, вот, что-то не получилось, и мы забиваем очередной мяч, 3-0, наш дубль, замечательно, замечательно, действительно, замечательно, уже второй матч подряд, за Марсель мы забиваем по 2 мяча в среднем, поэтому очень хорошая у нас статистика, и все, финальный сесток, снова разгромное поражение у Марселя, конечно, разгромная победа, у Марселя забили 3 безответных мяча ворота Лиля, дубль, плюс еще и голевая на Аркадюша Милика, поэтому, замечательный игрока матча, мы, скорее всего, снова сейчас получим, да, действительно, дубль и одна голевая, Харита дал еще одну передачу на меня, и Дмитрий Пает, ну, что же, не сделали по заданиям только владение мячом, 56% получилось, ну, и, кстати, у нас теперь, я не понял, почему у нас опять 20-й уровень стал, но, в принципе, 6 очков мне дали, хотя нет, 21-й написано, очень странно как-то, но, будем дальше, я так понимаю, там передачи, прокачивать пасы, так, давайте вот дальше подкрутку и видение прокачаем, чтобы у нас, если что, удары даже с подкрутки шли лучше, так, а здесь длинные пасы, а здесь навесы, ну, длинные пасы у нас похуже, поэтому, давайте прокачаем их, написано 79-й, у меня общий рейтинг, здесь будет, наверное, все так же, 78-й, сейчас посмотрим, да, но, зато у меня передачи стали 75, теперь, то есть, это не самая у меня плохая характеристика, не знаю, зачем мне качать там защиту, может быть, какие-нибудь силу, вот такие, ну, это физические, скорее всего, там, характеристики, перехваты, отборы всякие, еще можно, что сделать, Калета Карр из клуба, Марсель может продолжить карьеру в Тоттенхаме, но мы только вот с ним сыгрались, а, вот только, так, что у нас здесь, Рома хочет приобрести Пайета, но он еще никуда не собирается, как я вижу, Аталант еще хочет подписать Калету Карр, но у него и контракт заканчивается, кого не продляют, я понять не могу, Нуну Лиму подписали, Марсель из Пака с Феррера, не знаю, зачем такого низкорейтингового игрока, прям подписали, могли бы сейчас его и в аренду отдать, так, ну что же, хочу посмотреть, в принципе, свою статистику, написано, что да, действительно, мы два матча провели, но вот когда мы забивали ворота, я не помню, с кем мы первый там матч, против Бордо, да, играли, вот, их обыграли, мне написали, что я забил один мяч в двух матчах за Марсель, но это не правда, вот только две игры я отыграл, 4 плюс 1, что по статистике вообще там появился или нет, нет, тут только минимум с 8 забитыми мячами, вот как-то так, ну что же, и последний матч на сегодня, это выездная игра против Ленца, я снова играю левого полузащитника, Ленца против Марселя, поехали, ну что же, Хавер Муни забил 4 мяча в 3 последних матчах, ну, могли бы и поточнее сказать, в 2 последних, потому что, в принципе, провожу только сейчас, третий свой матч за Марсель, пока что хорошая действительно статистика, 4 плюс 1 у меня, ну, может быть и получится что-то, где-то попадаться, в гонке бомбардиров, в гонке ассистентов, поэтому посмотрим, Харид, непонятно, так куда-то забрасывал, а мы пропускаем, вот так вот, на выезде, на 6-й минуте, впервые, между прочим, мы пропустили, еще и с Марселем, у них, кстати, у Ленца, спонсор Ашан, на футболке, ну, вот, Кокута забил, пятый свой мяч, в 22-м матче Лиги 1 этого сезона, Милик, хорошую передачу на меня отдает, снова выход 1 на 1, можно, можно забивать, и забил, еще и от штанги, замечательно, давайте возьмем лучше мяч, почему, вот, забираем мяч, пошли, нам надо еще и отыгрываться, опа, это пенальти, или штрафной, орбитер ставит на точку, я не знаю, кто будет бить пенальти, потому что у нас, ну, давно такого не было, штрафный у нас, Валенси Ваза бил, я помню, вот, сейчас посмотрим, кто все-таки будет бить пенальти, может быть, все-таки я, потому что, я и тренируюсь сейчас пенальти, и прокачивал вроде их, у меня неплохой показатель, сейчас посмотрим, нет, бьет, кстати, Аркадий Шмилек, а я вот сейчас не понял, а как можно посмотреть, какой у меня, показатель, потом посмотрю, по пенальти, но, Милик не забивает, все, уберите его со штатного, пенальтиста, не забил, я заработал, я должен был бить, так, хорошую передачу на нас отдали, но, здесь в подкате, прям, хорошо, игрок Ленц закатился, поэтому, я отобрал еще и у нас мяч, а мы снова пропускаем, серьезно, 2-1, Ленц выходит снова вперед, Калимуэнда, надеюсь, правильно, да, прочитал фамилию, и вот хороший момент, забиваем, отлично, снова сравниваем мы счет, забирай мяч, и второй раз я не могу нормально отпраздновать, с болельщиками, которые приехали на эту игру, правда, они теперь с другой стороны сидят, ну и просто даже свое праздновать не могу, потому что мне просто приходится забирать этот мяч, и ставить его снова на центр поля, и все-таки забивает Пайет, отлично, с углового получилось забить, прям как в последнем матче за Валентию, или в предпоследнем это было, когда вот подача углового была, и Максим Леоногомес забил, вот снова очень хорошо, подключился здесь Пайет, смотрим, и отлично, в самую там практически девятку, забил, 3-2, впервые мы в этом матче вышли вперед, мяч снова у Ленца, ну 3-3, вы просто посмотрите, что за матч, 74 минуты, теперь уже вот и Ленц сравнивает, забил Ганагу, побежали вперед, ребята, побежали, подача здесь, на дальнюю Милик, 2 подачи, с углового 2 гола у Марселя, замечательно, Милик, надо было вот еще с пенальти ему только забить, было бы вообще замечательно, так неплохо, Муния с Муния с мячом, и передачу под Милика, 5-3, все, наш дубль, плюс еще и голевая передача на Милика, но и Милик забил все-таки дубль сейчас, но не забил пенальти, надеюсь только из-за этого ему, не дадут игроком матча, меняют Пайета сейчас, но победа, мне кажется, у нас будет 5-3, 3 мяча пропустили на выезде, как так сейчас вообще могли, еще и против Ленца, супер, Ундер, ну на меня можно было, нет, забивает Гендузи, но не засчитали его гол, потому что все, финальный свисток, просто забрали сейчас мяч, действительно, у Гендузи, там вроде и без офсайд, все даже было, но вот такие у нас арбитры, FIFA 22, ну что же, лучшим игроком признан я, Милик, ну как мы видим, получше даже отыграл, у него 2 гола и 2 голевые, также 2 голевые отдал Ундер, вот как-то так, ну в любом случае, стал игроком матча я, потому что решающие голы, так сказать, забивал именно я, сравнивал счет, ну а Милик там уже просто, ведя в счете, забивал, ну что же, 2 только задания выполнили, из 3 точный навес, вообще ни один навес мы не сделали, мы победили в матче, ну и оценку 10-0 еще и получили, так, 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 опа, почему так, почему вот так нам еще один матч здесь поставили, ладно, отыграем уже его, я думал, все уже сейчас заканчиваем, придется еще и в кубке Национали отыграть, последнюю для нас игру, так, ну я в принципе надеюсь, что игроком месяца в Лиге 1 стану я, потому что очень хороший старт у меня, сколько там я уже забил, я не знаю, 6 ничей отдал 2 голевые передачи, просто за 2 матча, 8 результативных действий, ну шикарная статистика, сейчас еще и, я не знаю, это кубок Франции или кубок Национали, есть ли там какая-то у них в принципе, разница, так, ну есть, Барагис, Лига 1, так, это понятно, это на повышение, ну я как понимаю, да, это кубок Франции, вот, мы уже в 1-16, ну и в принципе, да, потому что не играли в 1-32, там слабые команды, ну и, с самого начала, вот, вместе с Марселем начнем, наш еще путь, за кубком Франции, Велодром, играем против Валенсии, практически против Валенсии, поехали, ну что же, Калет Акар, трансфер в клуб Лейпциг, уже и в Лейпциг, его сватают, ну посмотрим, как у нас получится сегодня отыграть, но матч здесь можно и, по ходу игры, в ничью свести, будет там серия пеналити, скорее всего, дополнительное время, ну вот, кубок Франции, начинаем с 1-16, так, Мунис на подаче, ну я вижу примерно, где находится, Милик, поэтому давайте попробуем снова, и забил, и забил, первый мой голевой пас, именно подачи с углового, ну вторая попытка буквально, но обе, причем, пришлись именно на голову Милику, поэтому, может быть, мы еще сейчас станем, в этом сезоне, поднакачаемся, став штатным, подающим угловые, но в Валенсии, может быть, потом, действительно, тоже будем, подавай, потому что, у нас очень хорошее, мы и прокачивали, в принципе, навесы, и подкрутку там, поэтому, вот эти вот, характеристики у нас должны, где-то нам, в пользу сыграть, ой-ой-ой-ой-ой, и, нет, не забил, не забил, и финальный свисток, 1-0, обыграли Валенсианис, в Кубке Франции, в 1-16, благодаря моей единственной подаче, с углового, точной, на Милика, ну, у Милика был шанс еще и дубль забить, вот, тоже с углового, но, как-то, вот, первый удар не пошел, но зато, для себя тоже ачивку сделали, первая, вот, подача с углового, голевая у нас такая, вот, лучшим игроком стал Милик, получает он, но, у нас все-таки есть результативное действие, это уже замечательно, так что, не ушли, с поля, вот так вот ни с чем, ну, что же, по заданию мы вообще ничего не делали, ни оценку, ни голы к ударам, в принципе, вроде, ну, вот, один удар только нанесли, поэтому, минус 25, доверие тренера, обидно, ну, что же, провели тренировку, доверие тренера, вроде, подросло, ну, и сейчас заканчиваем, зимний период трансеров, так, ну, и вот, Марсель, подписали Лиму, продали Альвара, такие только трансеры, пассажиры подписали, кстати, Бускеца, так, ну, что же, мы еще и продали Дембеле, и Калету Кар, вообще замечательно, куда вот он ушел, он в Спортинг, написано, переходит в трансерное окно, ну, то есть, его бесплатно, скорее всего, сейчас просто подписали, ну, и все, еще и продали Дембеле, ну, что же, заканчиваем мы сегодняшний выпуск, на следующий, вот, начнем с матча против Анже, кто стал, вот, кстати, вот, кандидат, это мне интересно, название игрока месяца, я, Пайет, Неймар, и Милик, вот, мне просто интересно, кто, потому что до сих пор, неизвестно, хотя там, какой уже, 4 января, ну, ой, февраля, прошу прощения, но, все равно интересно, посмотреть, кто все-таки станет, сейчас, Неймар на первом месте, 22 забитых мяча, меня еще здесь нету, потому что у меня, я не помню, сколько, вот, Неймар лучший ассистент, я, меня тоже здесь еще нет, потому что, там минимум 3 надо голевые, у меня, кстати, 3, но, 2 в чемпионате, 1 в кубке, вот, и 6 забитых мячей, поэтому, вот, как-то так, ничего, ничего, будем стараться, надеюсь, все у нас получится, ребята, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, ну, с вами был Андрей, и канал Футбол, это же, до новых встреч, друзья, всем, до свидания, до свидания. Продолжение следует...